Наименее известным ослектом личности Азатма Хекмета является детство поэта. А ведь все мы родом из детства. Именно детские переживания обносят наибольший вклад в формирование нашей личности. Своим сообщением я хотелось бы особенно остановиться на событиях ранних лет жизни поэта, которые настолько запали в душу маленькому Назыму, что имели свое воплощение в первых группах вера. Назым Хекмет родился в 1902 году в Соломиках. Имя Назыма получил от деда. Хекмет от отца. Отец Назыма работал при Министерстве иностранных дел. Был образованнейшим человеком. Прекрасно владел французским языком. Мать Назыма получила домашнее образование. Говорила на французском, писала картины, играла на фортепиано. Родился Назым Хекмет в непростое время правления султана Атулхамита, когда работа государственных служащих была особенно тяжелой. Не выдержив давления, отец Назыма Хекмет Эй подал в отставку и уехал к своему отцу, гипернатору Алефа, Назыма Паше. В Алефе рождается сестра Назыма Смия. Отец Назыма Хекмет Эй решает переехать из Алифа в Стамбул. Переезд не был простым. Мать Назыма Джерлехану нужна была продать все свое золото. В Стамбуле отец берет деньги в долг и открывает молочную ферму, на которой коротко ловит сама Джерлехана. Сначала дела идут хорошо, но через какое-то время отец Назыма становится банкротом и возвращается на подслужбу Министерства иностранных дел. Именно в эти годы в Стамбуле великий поэт делает первые группы пера. Семья писателей проживает в доме на Кадыкёй. Дед Назыма, Назым Паша, уходит в отставку и переезжает к детям. И вот однажды на улице беспокойная толпа. Двенадцатилетний Назым впервые становится свидетелем пожара, чему было посвящено первое его стихотворение. 1915 год. Отец Назыма Хикмет Вей становится генеральным директором пресс-издания. В их доме каждый вечер принимают пашей, поэтов, журналистов. А тем временем идет война. Любимый дядя Назыма, Мехмет Кали, пал в бою в битве при Чанакале. А Дашне Назым приходит домой с Айвой в руке. Дыхает ее аромат, любуется ею, кладет на консоль и говорит сестре. Эта Айва будет лежать здесь, не трогай ее. Это подарок моей первой возлюбленной. Пусть останется воспоминание. Годы спустя я скажу. Когда мы впервые встретились, ты дала мне эту Айву. И вот по-прежнему я храню ее. Тем временем идет 1917 год. Министр военно-морского флота Джамаль Паша был хорошим другом отца Назыма Хикмет Бея. Он слышал стихи молодого поэта и непременно хотел видеть его талант в военно-морском училище. Семья одобрила предложение. Назым становится студентом военно-морского училища. Далдым да денезин дошлукларына. Сарды хэ улму аджи в и коку. Беки чекмам беден бэн дыярна. Ким билиш? Кач кюзю цеспетит бусу. Юному Назыму 17 лет. Ходят слухи о том, что поэт Лихе Кемаль влюбился в мать Назыма Джалиле Ханым. Родители Назыма Хикмета расстаются. Джалиле Ханым уезжает во Францию. Назым опустошен. Наибольшее переживание поэта связано с его сестрой Самия, оставшейся без матери. Назыма 17 лет. Стамбул под оккупацией. Назым Хикмета окончил военно-морское училище. Однако из-за проблем со здоровьем не смог продолжить военную карьеру. Но сердце юного поэта все еще живет морем. Так прошла юность Назыма Хикмета. Как мы видим, основные темы стихотворения великого поэта берут свое начало в наиболее ярких событиях его детства. У меня все. Спасибо большое.